Рыба есть! Остался без шапки, правда. Чёрт! А что с шапкой? Вон она плывёт, видишь? А мы её сейчас спиннинг поймём. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Диалоги о рыбалке в Баку. Город произвёл просто ошеломляющее впечатление на наших экспедиционеров. Баку строится и реставрируется. Великолепные набережные, современные здания и, конечно, старый Баку, знакомый многим по советским фильмам. Жаль, что рыболовные дела не дали нашим героям насладиться этим великолепием в полной мере. Но даже короткой экскурсии хватило, чтобы понять, насколько Баку красив. Это знаменитое крыльцо, это знаменитая булыжная дорога, где здесь упал Викулин, здесь имел Каневский и его напарник, котроподисты. Вот, чёрт убери, руса туриста, Михаил Светлов, всё это было здесь. Несмотря на нехватку времени на местный рынок, наши ребята, конечно, заскочили. Несложно догадаться, что больше всего интересовало наших рыбаков. Я бы хотел вот такое, конечно, поймать. Но даже если такого поймаю, уже хорошо. Чего? Не вытащишься? Да ладно, не вытащишься. А какого самого большого кутула привозили вам? Где-то больше 5 килограмм. Больше 5 килограмм? А это вот сколько? Это не куту, это беломол. Это беломол? После познавательной прогулки пришла пора подкрепиться. Команда дегустирует азербайджанские блюда и, конечно же, знаменитые бакинские кутабы. Зеленью, тыквой. Мясо. Пробуйте. Мясо. Вот мы попробовали однажды зеленью с мясом, а с тыквой не пробовали ещё. На мой вкус? На мой вкус. Опять вкус. Что такое, я не знаю. Что не принесут, всё вкусно. Это то ли свойство моего вкуса, то ли действительно всё вкусно. Можно спросить у товарищей, может быть, я их обману. Пришло время узнать, где и как лучше ловить местного кутума. Ещё поймали, да? Ещё поймали. Ещё поймали потом, да? Да, да. Только что, один вот такой. Говорят, там ловят, Паш. Вот я видел, так что вытащили. Это большая, маленькая? Нормальная. Нормальная, нормальная. Ни большой, ни маленькая. В отличие от наших москвичей, местных рыбаков вовсе не смущают ни отсутствие экипировки, ни порывистый ветер. Это как у этих самых, у гимнасток по бревну пройти. Они вот так вот шаркают. Я вот гимнастикой не занимался. Под таким ветром это одно неловкое движение. Только с крюком, если такие, знаешь, как монтажники. Раз. Ну, уже западёшь, что там хотя бы... Нет, без баланса вообще было. А ну, это да. Нет, вариантов-то много дойти. Говорят, что это лучшая погода для ловли Кутума. Ветер такой, чтобы я чуть не сдул вот с той конструкции. Ну, завтра попробуем пробраться. Не знаю, здесь будем ловить или нас куда-то на кровать пригласили. Да, посмотрим, что это такое кровать. Хотелось бы, чтобы завтра был ветер немножко послабее. Потому что выходить в море, говорят, сейчас вроде волна не очень большая, но всё равно опасно почему-то. Я не знаю почему, но место и лучше в этом понимают. Будем надеяться, что погода чуть-чуть изменится. Дождём. Было решено отправиться на рыбалку на следующий день. И местом рыбалки выбрали местные кровати. Что же имеют в виду бакинские рыболовы под словом «кровать»? Я вот думаю, что может так случиться, что ни одной поклёвочки за весь день не будет. Молодец, Лена. Молодец. Я хвалю тебя за твой оптимизм. Да? Да, вот если ни одной поклёвочки не будет, будешь виноват ты. И расправа будет жестокой. Умеете право. Ты будешь лишён сегодня бакинского плова тогда вечером. Бакинского плова? Да. Я уже не могу есть. Я не очень строго на Казани. Может, ты вечером скажешь, что ты не можешь есть. А сазад здесь тоже бывает. Крупный он? Крупный, да. Начинаю с полкилограмма, точнее, пять, пяти килограмм. Ого. Классный. Я Кутуму ловлю. Кутум тоже будет. Вобру тоже. Сейчас посмотрим. Может, Бельж попадёт ещё. А есть такое понятие, время выхода Кутума? Когда он чаще ловится? С утра, днём или вечером? Утром. Утром чаще? Да, утром и под вечером. После четвёртого. Окей. Да. Под вечером. Основной ночью идёт. Кутума ночью? Да. Я еду постоянно ночью. А Кутума тоже разная, да? Да, разная. То есть средний килограммчик, да, чуть меньше? Там средний попадает 600-700 грамм. Крупный, я поймал. В 98-м году 6 килограммовый. 6 килограммовый? 6 килограммовый. Сорок минут мучился. Пока потащили. Весь такая... А потом с сачком мы подгорели. Невозможно. Во время ветра поднять и тысячи килограммов. Отлично. На креветку? На креветку. Только на креветку. Вот. На креветку мы дай окажем. На креветку мы дай окажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через пять минут мы тронемся и будем стремиться к этому месту. Сейчас пока грузимся. Две минуты и поем. На дальний поем? Да, он вас сейчас заберет в хорошую кровать, где рыба активная. Ладно. Вчера там, позавчера там поймали хорошо. У нас рыба гостеприимная. Он знает, что вы здесь приехали, далека из Москвы, поэтому он будет клевать. Вот доверили человеку все-таки порулить лодкой. Это приятно, что человек умеет, владеет техникой веслы Грифа, 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 Грифа. И сейчас мы будем заводиться и, наконец-то, поедем на... Дальше, смотри, куда я еду. Ты едешь прямо. Кровати – это площадки на сваях, которые устанавливаются на разном расстоянии от берега. На площадке строят небольшое помещение, где рыбаки могут спрятаться в случае непогоды и отдохнуть. Отсюда и название конструкции – кровать. Стены помещения служат рыбакам защитой от ветра, что немаловажно, учитывая очень ветреный нрав местной погоды. Первая партия прибыла. Непростой такой мероприятий. Интересное приключение. Все, давай, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Докладки, товарищи, понравилось ли вам путешествие этих 600 метров от берега? Солененько, получается. Солененько, это путешествие. Станишки у вас, вижу, промокли. Станишки у меня промокли. Или это вы от страха? Да не без этого. Понятно. Сказали, что на ту сторону не кидали. Ну да, говорят, вот три. Три вот эти. Там зацеп. Не, ну здесь вот не страшно ходить. Не то, что вчера на пирсе. Там как-то было неловко подкрыть попасть. А здесь-то мы сейчас поймаем. Сто пудово не все, конечно. Но некоторые возьмут их показатели. Сейчас. Пусти, пусти. Пусти, это. На трубу поставь. Да. И заплетись. Заплетись. С прибытием, полвали. Спасибо. Как доехали? Прекрасно. Я вижу, что с тобой тоже. Ох, мы подготовлены. Команда-то подготовилась. Вот только с приманкой как-то сразу не заладилась. Вот креветка, которую будем ловить. Но, к сожалению, мы тут столкнулись с такой проблемой, что местные жители не ловят на мертвую креветку. Хотя технически ее можно ловить рыбу. Но они предпочитают, чтобы креветка была живая. Поэтому хранят ее фактически как мотыля. Только используют там не газетку, а марлю. Хорошо выжатую. И марлю перекладывают креветку. И она может спокойно храниться там пару дней, как они уверяют. Но нам еще, может быть, подвезут более двигающие лапками. Якобы это привлекает лучший хищник. Недалеко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Провисло. Провисло потекает. И шапки остался. Вот еще. Ура! Какая-то рыбка. Но непонятно пока какая. О, первая рыба, это типа платва, поймана с кровати. Чего это? Ого! Рыбы есть. Остался без шапки, правда. А что с шапкой? Вон она плывет. А мы ее сейчас спим. Так, Паша забеспокоился. Ведь сегодня первая рыба попалась Олегу. Здесь уже поймал. Наспел забросить, а уже поймал. Ну, пытаемся как-то рыбу пристроить. Стала ловиться сразу. Правда, в облах. Но решили ее в хорошем состоянии сохранить. У нас есть береговой садок. Вот мы и попытаемся его прикрепить на этой кровати, чтобы удары кустам. У нас все получится. Ну вот, как-то так. Привяжем крючочек. Какой-нибудь. Я думаю, вот такой крючочек подойдет и к кустам, и к сазану, и к воблочке. Такой у нее шестальный будет крючочек. Вот такая глубина. Это на правом. А, за рачками поехали? Хорошо. Ну, а вот в облах ловятся и на эти рачки пока. Дальше в облах. Да, все. Ждем. За рачками поехали. На свежайшем. Сладкие какие. Сейчас есть. Интересно, какая рыба. Вроде чуть побольше, чем в облах. Но нет в облах. И то сошла, а не отболтается еще. Какая-то... Ну и что? Ну и что? Любая рыба клюет на креветку. Второй сорт пока. В калст тяжело даже. Мычок к каст письки. Сы! Сы! Пальцы не отпустили. Кучка отпускаем. Берем только в облах. Опять чувствуется что-то маленькое. Судя по поклевке, по-моему, опять бичок. Опять бичок. Можно передачу про бычка, конечно, снять в Каспийску. Погнал в облу бычок. И нагло сжирает креветку. Меньше предыдущего. Олегу сегодня везет на Каспийских бычков. Но наши рыбаки уже волнуются. Куда же подевался кутун? Да, не кутун. Это признательно. Будет ли в этих годах кутун? В этих годах есть кутун. Но есть кутун. На карусели покатался. Креветку съеду. Везет же рыбу, конечно. Заколдованы. Вместо, к сожалению, нас мучает бычок. Не знаю. Видимо, сейчас еще не время кутума. В такой бычок уже. Зачетный бычок попался. Одесский уже. Как рассказывают. Да, Паш, похож на одесский? Прекрасный бычок. Смотрите, какой он. Да, и на зареку. Это не красивый. Дядя Багир-то. Даже проявил сопротивление в какой-то момент. Я уж подумал, маленький кутунчик какой-нибудь зацепился. Ну, пока только вот так. Ну, что, может, правда, это самое? Что-то не бросать сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри. Нифига себе, креветка. Вот это да. Смотрите, какие прекрасные креветки. Живые прыгают, шевелятся. Да, на это я ловлю. Да, рыбы, да. Да, есть разница. На эту зато бычок. Да, на то, знаешь, запустили, за бычок сразу хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У наших героев свои планы, а у Кутума, видимо, свои. Остается понаблюдать, сработает ли тактика наших нарыбаков. Не знаю что, но есть. Девушка ставки на бычках. Добро я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. А с нас я поднялся сразу. Случайно. Спасибо. Вот настоящий рыбак. Приехал, все рассказал, подсказал. И сразу Кутум есть. Ура. Вот она, рыбка там. Мечты. Аккуратнее не урони, когда в садок класть будешь. Знаем мы этих рыболов. Сейчас будет класть в садок. Обязательно уродится. И нет Кутума. А вдруг это попасыли? А ты помоги, рыбаку-то, вытащи. Я бычки один клау. Это бы бычков можно... Твоих бычков отсюда бросать можно в садок. Ценейшая рыба. Ох, какой Кутум красивый. Смотрите, немножко кровит он, конечно. Как клевал, расскажи лучше. Как? Хорошо клевал. Скажи, как бычки. Это... Тук-тук-тук-тук. Ну, клади уже. Вот, молодец. Не костик. Ну, ребята, молодцы. Вот оно, Пашино рыбацкое счастье. Первый Кутум. Это ценная промысловая рыба из семейства Карповых. Обитает в Каспийском море в пресной и малосоленой воде. Весит до 4 килограммов, реже 5. Но местные рыбаки утверждают, что ловили Кутума весом и в 6, и более килограмм. Мясо и икра рыбы является деликатесом. Креветку надо насаживать. А, вот, уже есть. Хвостика. И так вот челочком, челочком. А что отломить надо? Да. А это средний усик? Да, усик. Он очень острый усик. Да. Очень острый. И рыба может уколоться и убежать. Как на крючок. Прям совсем очень острый. Очень вот. Поэтому ему лучше отломить. Давай обратно. А, это уже пригодится, да. Пригодится, а тоже. Это же рыба. Вот так вот. Ловят Кутума на Каспии. Ну, кто умеет, тот ловит ее. Да, неужели Олег останется сегодня без Кутума? Хороша, но опять какая-то дрыгающаяся рыбка. На конце наша крючочка. Нет? Это какая-то новая? Ха-ха! Кутума! Ура! Заработала! Их-хих! Бытьок! Опытный рыбак. Сразу ты бычок. Ха-ха-ха! Ставки-то. Понедел. А, смои. Эх-х! Эх! Ну, правда, мелковат, конечно. Мелковат. Да, мелковат. Не поспоришь. Мелковат. Это не... Это под Кутум. Это не под Кутум. А я только нащупал сейчас точку. Понимаешь? Сейчас он пойдет. Сначала мелкий, более активный. А потом уже более крупный пойдет. Там, по-моему, сидит этот... Тучок. 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 Надо собирать. Да. 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 Тучок. Ух. Ух. Ну, вот, что-то идет. Рыба. Назад думаешь, Олег? Да ты же не признаешься. Тебе это самое. Только позови, когда клюет. Скажи за тем, что он посоветует. Как ты еще ложь-то? Бычок крупный. Крупный. Картийский бычок. Крупный. Один крупный. Ну, крупнее первое. Один крупный. Ну, считай, что крупный. Согласен. Три у нас уже. Девятый крупнее. Хоть чувствуешь рыбу, наконец-то. Вот сейчас верю, что должно быть не бычок. А какая-то хорошая рыба. Хорошая рыба. Это чутер. Чутер тянет. Сейчас будем ходить вокруг платформы. Я чувствую. О, килограммовый. О. Смотрим. Да, как-то руками нахуй. Смотрим. Эх, килограммовый. О-о-о. Да, килограммовый хороший. Ариф, такие надо ловить, да? Да, да. Вот такие. Таких 10, поймаешь 12. Вот, я так делаю. Больше не надо. Вот, поклевка была. Реально, я так не ломаюсь. Солнце мое. Спокойно. Я сейчас в воду в воду в воду в воду. Отойдем под борт. Все будет. Хорошо сейчас. Промогусь. Движение. Что-то пойдет в воду. Я не пойду. Куда? Куда? Вот, мы за этим, собственно, и приехали. Попробовать поймать вот эту рыбку. Когда она действительно сопротивляется, когда ее тащишь. Видно, поклевка реальная. Тянет. Да, тянет хорошо. Очень приятно. Очень. И если мы поймаем еще одну-две рыбки, то будет замечательно. Но пока вот наш лучший результат, и мы очень довольны. Это мы сейчас взвесим, лучший результат. Вечером, с ночи, после шести до утра, восьми часов, начинается хороший клев. Можно поймать за это время, во время ветра. Килограмм тридцать, сорок, крупной рыбы. А днем обедания, бочком много. Так что не стоит днем мучиться. Вечером приходите, сколько хотите рыбы ловите. К сожалению, время мало у нас. Время мало, да. И рачков мне это. То, чтобы еще одного поймать. Может быть, приедем еще. Приедем, побольше времени будет. Рачков подготовим. Это рыба. Ох, какой вычет. Один другого страшнее. Вот и в облачко еще. Ну и кутунчик. Еще один. Хорошая рыбка, правда? Прямо на стул. Ах. И в самом конце рыбалки наши герои решили еще раз попытать счастье. Попадется ли снова кутун? Ты или не бычок? Бычок. Маленький, совсем маленький кутунчик. Маленький. Маленький кутумчик. Под кутумником. Под кутумником. То я поймаю, то... Вот, посмотрите, какая красивая. Отпустите, как маленькая. Рыбалка завершена. Загадочный кутум благодаря ценным советам и свежей наживке наших азербайджанских друзей пойман. Диалоги покидают гостеприимные Баку и надеются, что новая встреча совсем скоро. Но о рыболовные приключения диалогов, конечно же, продолжаются. Шапочку посмотри по берегу, Ваня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова